Rise Air разрабатывает аэромобиль для фермеров. Стартовали испытания полномасштабного прототипа двухместного электролета Air One. Ричард Милли выпустил ограниченную серию часов толщиной меньше 2 мм. Походные ботинки с гидравлическими порчнями. Подробнее об этих темах прямо сейчас. Меня зовут Андрей и я приветствую вас на канале InStarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Американский стартап Rise Aero Technologies выбрал необычную стратегию для продвижения своих летающих автомобилей. Вместо создания сервисов авиатакси и региональной авиации, компания нацелена на обслуживание фермеров. Rise Aero разрабатывает одноместные аппараты с функцией вертикального взлета и посадки, предназначенные для осмотра и обслуживания виноделин, теплиц и других угодий. Первый аппарат, названный RECON, способен пролететь 40 км на одной зарядке и разгоняется до 100 км в час. Rise RECON – это полностью электрическая машина, конструкция которой напоминает классические квадрокоптеры DJI. Небольшая кабина для пилота находится в центре, а вокруг располагаются 6 пропеллеров, поднимающих RECON в воздух. Аппарат не нуждается во взлетно-посадочной полосе и может стартовать и приземляться в любом месте. Крыша у RECON отсутствует. Пилотам придется носить шлемы и теплую одежду. Израильская компания Air доложила о начале испытаний полноразмерного прототипа электрического летательного аппарата One с вертикальными взлетом и посадкой. Двухместный октокоптер с крыльями является личным транспортом и будет продаваться за 150 тысяч долларов. Впервые полномасштабный прототип Air One был продемонстрирован всего пару месяцев назад, и уже сейчас стартовали его испытания. Машина отличается относительно простой конструкцией. Для движения вперед она, как и любой другой мультикоптер, наклоняется, а крылья только создают некоторую подъемную силу, уменьшая нагрузку на винты и моторы. Крейсерская скорость Air One составляет 160 км в час, а максимальная – 250 км в час. Пиковая мощность летательного аппарата достигает 771 лошадиную силу при максимальной полезной нагрузке 250 кг. Производитель заявляет, что зарядки аккумулятора хватает на час полета, то есть примерно на 177 км. Производитель также заявляет, что уже продал более 150 электролетов, а сертификация и поставки первых экземпляров покупателям ожидаются в 2024 году. Швейцарский часовой бренд Richard Mille установил новый рекорд, создав механические часы, толщина которых составляет всего 1,75 мм. Новинку назвали Up01 Ferrari и они стоят 2 миллиона долларов. Если сравнивать рекордсмена, например, с Apple Watch 7 серии, то он в шестеро раз тоньше. В основе часов – опорная плита из сплава титана, алюминия и ванадия. Рецепт повзаимствован у аэрокосмической индустрии. Он повышает прочность чистого титана, что немаловажно для столь тонкой конструкции. Разработка и тестирование часов заняли долгие 6 тысяч часов. Удивительно, но такой крошечный механизм имеет водонепроницаемость до 10 метров. Часы выпустят лимитированной серии из 150 единиц. Немецкий стартап Terrain получил премию ISPO во втором квартале 2022 года и теперь готовится к запуску в продажу первой модели походной обуви Ascend с защитой лодыжки от вывиха. Технология основана на разработках Betagord Technologies. Это первое ее применение в реальной обуви. Как подсчитали специалисты компании, до 40% всех травм на пересеченной местности приходится на вывих лодыжки, однако у человеческого тела нет никакой естественной защиты от него. В ботинках Ascend установлена пара гидравлических поршней по обеим сторонам стопы, которые при стандартном безопасном ее положении находятся в деактивированном положении. Они принимают форму эластичных ремней и не сдавливают ногу, в отличие от ботинок с жестким берцем. Однако, как только стопа начинает изгибаться за допустимые пределы, поршень срабатывает и жестко фиксирует лодыжку, не давая ей смещаться в неправильном направлении. В Betaguard говорят, что скорость реакции их системы втрое выше человеческой, поэтому обувь убережет от травмы еще до того, как вы что-то почувствуете. Такая конструкция также применима и в медицинских ортезах. О сроках начала производства ботинок и стоимости такой обуви информации пока нет. Американская компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, сообщила о заключении сделки со стартапом Cano на поставку 4500 небольших полностью электрических фургонов типа Lifestyle Delivery Vehicle. Cano планирует запустить производство LDV в следующем году. Стороны договорились, что в ближайшие недели стартап поставит ритейлеру предварительные образцы для согласования окончательной конфигурации. Сделка по покупке электромобиля является для Walmart одной из составляющих плана по достижению целей стать углеродно-нейтральной компанией к 1940 году. Ранее в январе этого года Walmart также зарезервировал 5000 электрических фургонов компании General Motors. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok